здравствуйте господа я снова рад приветствовать каждого из вас я благодарю вас за ту активность которые вы проявляете я хотелось на этот раз продолжить можно сказать уже начавшийся небольшой список просто мои советы начинающим писателям фантастам в прошлом видеоролике это уже первоначально необходимые советы еще сказал что сделаю порядка еще трех-четырех дополнительных частей в которых расскажу свои дополнительные рекомендации советы для всех для начинающих писателей как оказалось действительно объяснение каждого из этих пунктов заняло достаточно много времени и дабы вас не утруждать я решил разделить по таким небольшим категориям и так продолжим с того момента второго раз я вам дал три небольших совета на этот раз переходим к четвертому мой четвертый совет заключается в том что я рекомендую вам когда вы создаете определенную историю когда уже озаботан сам сюжет когда уже поработали своего рода персонажей большую эффективность занимает использование своего рода чеховских ружей возможно вы слышали подобное слово зачитание и оно относится к тому что когда вы ведете самопомиссирование никогда какое-то событие не случается сразу каждый раз случаются своего рода предпосылки спонтанность случается гораздо редко и и больше всего в нашей жизни особенно при представлении романов твердой научной фантастики где в основном большое значение имеет логическая связь подобный ход когда у нас используется сразу как в определенной ситуации и внезапное появление является своего рода нежизненный как будто она не происходит в реальности именно поэтому допустим прежде чем как предоставить какое-нибудь определенное событие либо же действие которое должно произойти необходимо указывать определенные предпосылки еще лучше если допустим определенной сцене были указаны какие-то допустим мелкие детали прошло какое-то время и уже когда происходит само событие была отсылка на эту деталь и это самый простой как бы тип когда у нас используется подобная схема ведь мы уже используем целую схему деталей составляет даже карты деталей почему это делается поскольку благодаря использованию подобного рода отсылок и взаимосвязей можно говорить уже между строк как говорится у нас сегодня довольно часто поскольку же в данном случае автор говорит не только от имени самих персонажей либо самих героев либо происходящих событий он говорит своего рода подтекст который находится под самой историей и порой этот подтекст довольно сложный чтобы его разобрать используются подобные большинства мой очередной совет направлен как раз таки на то чтобы запоминать правильность хода персонажей что здесь имеется в виду все дело в том что как раз создается достаточно массивная либо большая история конечно приходится использовать достаточно большое количество персонажей их количество может переваливать за сотен для сравнения втором же войны и мере количество персонажей было колоссальным или же я могу провести пример из собственного произведения из многотомного конструктора мертв где конечно персонажи уже перевалило за 700 и в данном случае чтобы не путать их в тех персонажах персонажей, чтобы придать им свободу индивидуальность, необходимо прорабатывать каждого из них. Но ещё более эффективным является то, чтобы этот персонаж, который, допустим, в данной ситуации является эпизодическим, встречался и в другой сцене. Подобный ход использовал, кстати говоря, Александр Дюма. Он создавал, допустим, в том же графе Монта-Кристо достаточно большое количество персонажей, но они все не проявляются только один раз и пропадают. Допустим, те же камеродинеры, заместители, помощники, которые, казалось бы, являются эпизодическими и просто одноразовыми персонажами, но у него эти персонажи играют вторую, третью, четвёртую роль и действуют на ход сюжета, двигают его дальше. Таким образом, создаёт своего рода динамика, ход сюжета, когда можно уже действовать таким образом, чтобы для читателя каждый персонаж запоминался своим характером, своей особенностью, даже если он эпизодический или не несёт основной большой идеи и массивный. И теперь давайте перейдём, как раз-таки, к моему третьему совету относительно нашего данного видео. Мой следующий совет основан на той идее, что когда писатель создаёт своё произведение, самым лучшим является то произведение, которое он реально попускает через себя, которое он ощущает, переживает. Чаще бывает, что подобный эффект сводится, немножечко негативным моментом, який там пример, эффект Мэри Сью или Марти Сью, который, можно сказать, даже совсем хорошо воздействует на репутацию автора. Однако, когда необходимо создавать довольно поработанную и хорошую историю, когда действует большое количество персонажей, как мы уже говорили, стоит отметить это к тому, что сам автор должен брать на себя роль каждого из персонажей, относительно лица которых он говорит. Який там пример. Имеется главный герой. Когда играет главный герой, автор ставит себя на его место, понимает его убеждения, поскольку он его и создал, понимает его мировоззрение, возраст, точку зрения на различные аспекты жизни, и уже говорит от него. Подробные аспекты и типы характера ставят определенные границы, за которые, когда играете этого героя, просто невозможно выйти. Сам герой, можно сказать, даже после того, как вы его создали, не позволит вам выйти за эти границы, поскольку вы создали его образ, можно сказать, даже хотя бы отчасти его картину, которую вы представляете. И стоит сказать, что подобный эффект действует абсолютно на всех персонажей, неважно, оттого они эпизодические, либо какие-либо еще. Допустим, если персонаж у вас имеет большой возраст, вы понимаете, что у него есть опыт в жизни, и то, что он пережил, вам известно. Поэтому, когда создается определенная история, вы не только создаете ее, которая видна зрителям, но и абсолютную историю всех остальных персонажей, которая помогает вам создать его образ и сыграть его действительно так, как он есть. Если это взрослый персонаж. Если это молодой персонаж, то же, что он пережил, какое у него было детство, здесь у него родители и так далее. К тому же, все эти аспекты, все эти детали действуют полностью на всю картину, и делает ее более реальной и более живой, что еще больше придет удовольствие для читателя, а также для самого автора, который все это переживает на себе. Именно поэтому эффект того, что большинство авторов пишут свое, так сказать, в стол, достаточно популярен. Также стоит отметить, что именно, как раз к этому моменту, важность детализации. Кстати говоря, этот совет еще давал наш активный подписчик. Вы можете видеть этот комментарий сейчас на вашем экране. Приносим ему отдельные благодарности за подобное дополнение, которое было довольно-таки кстати. И стоит сказать, что в данном случае вопрос детализации еще более подтверждается тем, что это именно твердая научная фантастика, в которой необходимо прорабатывать не только детали, самых характеров персонажей, либо же того, что происходит, но и абсолютно всего мира. Поскольку используемые наши нововведения технического, психологического, экологического, либо же прочего характера воздействуют отдельно на общество, на мир. И прежде чем мы скажем, что, допустим, после создания какой-либо технологии, достижения науки и характера у людей остаются таким же, либо изменяются на малый уровень, нам необходимо сначала всю эту ситуацию смоделировать у себя в голове. Как посмотреть, на что это будет действовать. Допустим, изобретение телепота способствовало бы уменьшению количества транспортных средств, яркий тому пример. Либо же это дало бы отдельное воздействие еще на самих людей. Появляя телепот, это воздействовало бы не только на то, что более очевидно, как мы сказали, транспорт, но еще и на другие аспекты. В зависимости от того, что это за изобретение, изменялся бы язык, поскольку добавлялись бы новые слова, описывающие те или иные чувства, которые переживает человек. Немного изменились бы характеры, появлялись бы дополнительные споруды, стереотипы относительно этого, и много чего еще. Все это необходимо порабатывать и учитывать, тем самым сводя это все к единой большой картине. И говоря же о поработке персонажей, порой происходит небольшая такая проблема в том, что когда создается достаточно грандиозное произведение, где очень много персонажей, тогда порой необходимо действительно писать в соавторстве, что порой мне и приходилось действительно делать. Если можете заметить, то единичные мои произведения созданы в единоличном авторстве, а вот уже «Конструктор миров» либо же более масштабные произведения, созданы как раз таки в соавторстве, либо же по участии коллег. Примерно же в том же «Конструктор миров» моим соавтором была Вавилова Екатерина Александровна, моя юная коллега, которая играла роль некоторого рода персонажей, того же Вадима Александровича Вавилова. Либо же в дальнейшем, в следующих произведениях, «Барона Сабланда смерти». В других произведениях также добавлялись новые роли, тот же «Месье Барон Жан-Баруа» и многие другие. Также отдельные роли играл еще один мой юный коллега, Родион Михайлович Мамиев. А также известен такой случай, когда, допустим, один из авторов отвечает за некоторую группу героев и создает их характер, играя их на себе, а второй группой играет, допустим, уже другой автор. Это сводится все из-за того, что человек может, конечно, изменить свой характер, представлять себя в различных апостасиях и ролях, но подобные вариации все же не бесконечны. Ведь все-таки у человека есть свои предубеждения, взгляд на мир, который отличается от второго человека. А когда действуют уже два человека, то подобное воздействие на мир убеждения, в данном случае, и изменения в апостасиях происходит более разнообразным. Если угодно, блюдо становится более экстравагантным, где используется уже большое количество самых различных ноток, коль мы будем выражаться в таком стиле. В такой ситуации, если я буду провести премьер из реальной жизни, могу провести к примеру моя работа по созданию третьего тома вместе с той же Екатериной Александровной и Кириллом Александровичем Вальковским, который уже играл роль определенной группы дополнительных персонажей в третьем томе конструктора мёв «Пригар времени». Но подробнее об этом, конечно, мы еще будем останавливаться в последующих роликах, но в качестве примера я могу вот привести подобные случаи. Либо же привести еще в качестве примера, когда образ определенного героя или персонажа создается таким образом, что второй человек не играет его, а является его собственным образом в жизни. Тот же пример Каим Балдаршевича, либо же Абдуллахманова Султана Альмакарамовича, либо же Кулдашу Аббасу Ахакимовича, которые действительно участвовали в моих некоторых рассказах и произведениях, но не в качестве дополнительных персонажей, по образам, которых они становились, а вот именно в качестве самих себя. То есть они играют самих себя, при этом не воздействуя в процессе написания. Конечно, в самом процессе написания самый больший эффект действует, когда уже вы играете только как будто на сцене, хотя бы по телефону мы сговорили, либо же при переписке, либо же вживую. Но есть еще и моменты, когда, допустим, подобные неосуществимы, и поэтому вам приходится хотя бы просто переговориться с этим человеком, образ которого у вас является как бы реальным, и при этом он же является персонажем. После этого создается общий образ подобного персонажа после беседы с ним. Еще яркий пример, который выделяется из всей этой картины, поскольку в данном случае вы как бы придумываете отдельную историю из самих персонажей с нуля, и тогда вы можете им придавать какие-либо характеры, но совсем другое, когда вам необходимо действовать уже с реальными, либо уже созданными персонажами. Это происходит обычно при написании исторических романов. Подробный опыт я также испытывал, и в данном случае, прежде чем, допустим, предоставить образ какой-либо исторической личности, которая существовала ранее, но сейчас, к большому сожалению, разумеется, не может с вами беседовать, или вы не можете получить личный контакт с ним, вам желательно ознакомиться со всеми записями современников, либо же с самими созданиями этого самого человека. Если это писатель, желательно ознакомиться с его произведениями. В них он также, допустим, может оставлять свой тип характер, либо мнение. Обычно такое делается. Либо же можно отсылаться уже к его картинам, если это художник, к его действиям, если это полководец, к его манере поведения, манере речи, если же его современники как-либо запечатлели подобные образы или подобные данные. В таком случае вы создаете больше всего реальный образ, и это делает вашу историю еще более поработанной, еще более качественной, добавляя ей особые нотки. И, разумеется, создает для вас почву, чтобы предоставить эту персону в живом виде, если так можно выразиться, что еще лучше усиливает ваше произведение, разумеется. Ну и в дальнейшем вы можете использовать этот образ, как вам заблагорелись. И, кстати говоря, прежде чем перейти к очередному моему совету, я бы хотел рассказать вам небольшую коротенькую историю из моей жизни, поскольку, как я вам сказал, я переживаю каждую историю, прежде чем ее написать или реализовать. И поэтому я делился, разумеется, со своими товарищами, среди которых выделяется Туртасев Васильбек Ахманалиевич, который при нашей беседе относительно моей игры каждого из персонажей и того, насколько я вхожу в образ, а также в ту ситуацию, которую мне необходимо описать, ровно как и мои коллеги, он выдал довольно интересную цитату. «Высшая степень писательства – шизофрения». Поначалу кажется, что это бред, но в каком-то смысле действительно это так. Ведь если рассматривать даже само заболевание, это момент, когда существует несколько апостасей, которые вне зависимости от вас действуют на друг друга, а при достаточно высокой степени писательства, когда вы достаточно сильно представляете саму ситуацию, пора бывает так, что вам трудно воздействовать на персонажа, который вы не ассоциируете с самим собой. Скорее всего, порой бывает, что они даже сами действуют по собственной воле, и вам остается только это реально демонстрировать. Но не стоит пугаться, это достаточно хорошее выражение степени вашего мастерства в писательском деле. При создании более реальных ситуаций и их образований, ведь каждый из нас обладает полностью индивидуальной психологической характеристикой. И относительно нашего настоящего видеоролика я могу завершить предоставление моих советов на данный, на настоящий раз. В следующий раз я думаю, конечно же, еще раз сказать много чего интересного, что было из моего опыта, и также, конечно же, услышать мнение каждого из вас относительно моих рекомендаций и идеи, которые я выдвигаю. Возможно, ровно как и наш активный подписчик, вы также предоставите свое мнение, которое мы обязательно рассмотрим, и возможно, оно будет полезным не только для меня или вас, а также для всех наших почтеннейших зрителей. С вами был наш канал Новая Вселенная и ее ведущий Ибарджан Алиев. И мы надеемся, что все наши подобные действия и подобные движения приведут к великому будущему. Так, создайте же ваше будущее с нами.